Зампред областного правительства Игорь Тресков побывал с рабочим визитом в городе Видное. В зале кинотеатра «Искра» вместе с главой Ленинского района Валерием Венцелем он обсудил перспективы развития дорожно-транспортной инфраструктуры муниципалитета, а также встретился с жителями. Встречу решили провести в формате вопрос-ответ. Среди участников были старшие по домам, местные депутаты и просто неравнодушные люди. Затронули такие темы, как строительство выездов из города, реконструкция развязок и расширение дорог. Я уверен, что вот с такими совместными консолидированными действиями правительством Московской области, губернатора и муниципалитетом вместе с нашими жителями, общественностью, мы обязательно исправим ту ситуацию, которая вот так сложилась, годами копилась. Мы обязательно постараемся сделать так, чтобы и выезды с города Видное появились, и 6 микрорайона Старычева, и при общем совместном контроле получили территорию комфортного проживания под названием Ленинский муниципальный район. Каждый пришедший смог задать волнующий его вопрос. Так активист из микрорайона Бутова парк поинтересовался, на какой стадии находится проект Солнцево-Бутово-Видное. Где пройдет конкретно трасса Солнцево-Бутово-Видное? Будут ли сноситься какие-то дома? И в частности вот кусок, который касается начала Варшавки, только расторгованского шоссе, как раз в Бутово-Парк первого. Там от расторговки до ближайшего дома мы менее 50 метров. Пока проект планировки, то есть трасса прохождения дороги, он не утвержден. Он в стадии разработки. Мы его согласовываем, разрабатываем. Как только мы выйдем на публичное обсуждение, мы его обязательно передадим в органы местного самоуправления для того, чтобы вам его показали и вы могли рассказать свои замечания. Было несколько вопросов, касаемых реконструкции участка Каширского шоссе, новых выездов из города Видное, а также качества пассажирских перевозок. Игорь Тресков на все вопросы ответил очень подробно, а также рассказал об обстановке в транспортной сфере Московской области в целом. Мы работаем для жителей, и первоисточник, конечно, это жители. Не получая обратной связи от жителей, мы можем совершить неверное решение. Мы можем неправильно расставить акценты, мы можем делать ту работу, которая в данном районе сегодня не востребована, либо востребована в меньшей степени. Нам надо государственные деньги тратить с наибольшей эффективностью, где жители ожидают наибольших перемен. По окончанию конструктивного диалога с жителями заместитель председателя Московской области пообещал как можно скорее решить все транспортные и дорожные проблемы в Ленинском районе, а также назвал конкретные даты проведения работ на самых аварийных участках.